Дорогие участники этого замечательного концерта, как-то принято обращаться к залу, но простите, не могу не повернуться к этой замечательной аудитории, которая стоит за моей спиной, не поздравить всех тех, кто сейчас стоит и поет и славит Господа. Какая радость услышать такое начало, когда мы вспоминаем свое крещение, крещение нашего Спасителя, во имя которого мы с вами крещены. Я не хочу сделать свое выступление стандартным, просто поздравительным. Я хочу позадавать вам вопросы, можно? Я смотрю, аудитория здесь юная, молодая, живая, здоровая. Поднимите руки крещеные. Лес, рук опустите. А у кого на кроне крестик, поднимите руки. А у кого нет поднимите без крещеных? Смотрите, а как так может быть? Крещеные без креста? Поэтому, мои хорошие, я вам хочу посоветовать, что если мы с вами крещеные, мы не просто крестик носим с изображением Иисуса Христа. Мы должны с вами поступать так, как учит нас Христос. Давайте мысленно перенесемся на землю Палестины и окажемся у реки Иордан. Иоанн Креститель крестит людей покаянием. И вдруг видит Иисуса Христа. Иванов написал замечательную картину, которая выставлена в Третьяковской галерее. Она так и называется «Явление Христа народу». Кто видел эту картину? Поднимите руки. Мало. Преподавателям на заметку надо познакомиться со смыслом этой картины явления. Христос себя являет, а Он выходит на общественную проповедь. И что произошло в этот день? Представьте, Он заходит в реку Иордан и Креститель Иоанн узнает в Нем Мессию, который просит Его крестить. Ведь сам Христос, Он не имел нужды и креститься. Он безгрешный, Он святой Бог. В образе человека, родившийся от Девы Варии, пришел для того, чтобы спасти всех нас, каждого из нас, всех людей. И вдруг Он просит крещение от пророка Иоанна. И тот отвечает Ему, Господи, я должен от Тебя просить крещение. Ты ли просишь креститься от Меня? И слышит в ответ слова Христа. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И Иоанн допускает. Он прикасается своей человеческой рукой к главе самого Иисуса Христа. «И в это время разверзли с небеса, и был с небес голос великий, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение», — сказал Отец Небесный. «И в это время смешал Дух Святой в виде голода». Вот почему сегодня мы так часто поем, и я убежден, что замечательно споют сейчас все те, которые стоят на сцене. «В Иордане, крещающейся Тебе, Господи, троическое явилось поклонение». Это как понять? Троица явилась. Теперь мы, христиане, знаем, что если мы крещённые, то мы не просто крещённые с крестиком, мы веруем во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную. Откуда мы знаем? Из сегодняшнего праздника, потому и называется он «Богоявление», потому что Он открыл себя таким, какой Он есть, в трёх лицах. «Сын входит в реку Иордан и освящает, сокрушая все те главы змеев, которые гнездятся внутри воды». Почему она имеет свойство освященной, благодатной, исцеляющей. И вот представьте, освящается вода в хождении в Иисуса Христа в Иордан, «Дух в виде голода сходит над Христом и глаз Отца Небесного». Вот она, Святая Троица открывается. «Родители Бога глаз», то есть глаз Небесного Отца, «Свидетельствовавший о Тебе, возлюбленного Тебя Сына, нарекая», то есть называя Христа возлюбленным Сыном. Он действительно Сын Божий. Вот исполняется удивительная тайна. Настолько Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И вот сегодня я пришёл не только поделиться этой радостью, и сегодня огромное количество людей идёт в храм. Сегодня освещали реку. Вы знаете, как сияло солнце? Каким голубым было небо! А если бы вы видели, сколько было людей на берегу, которые славили Господа тем тропарём, который сейчас громогласно, наверное, как с небес, восклицать будут наши замечательные, уже здесь поющие детские голоса, а сколько народа сегодня идёт в храмы, и сколько людей собирается вокруг такого замечательного праздника, как ваш. И в завершение я хочу пожелать вам мира, хочу пожелать вам здоровья, хочу пожелать, чтобы вы любили своих родителей. А любить по-настоящему вы сможете, если будете соблюдать пятую заповедь, а вот её-то мы с вами повторим. «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Это касается сейчас вас, потом в хор приготовится. Повторите вместе со мной. Дома рассказать родителям, что во время концерта вы выучили эту заповедь, которая поможет выполнить то, что пожелал вам заместитель министра культуры. Любить и слушать своих родителей. Итак, «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Все вместе. «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Я спрошу вас, вы хотите, чтобы у вас было благо в жизни? Да! Хотите хорошо учиться? Да! Чтобы память хорошая была? Да! ЕГЭ хорошо сдать хотите? Поступить куда хотите? Хотите? Чтобы семейная жизнь сложилась? Да! А дольше прожить хотите? Да! Осталось совсем немного. Слушайте своих родителей. Запомнили? Да! Значит, еще раз повторим. «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». А теперь нам хор поможет. «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Вот теперь вас можно и водой святой окропить. С праздником вас, дорогие! Вода, которая сегодня осветилась, праздник, крещение, я окроплю всех участников концерта, а потом пройду по залу и окроплю каждого из вас, чтобы вы надолго запомнили, что сегодня было. С крещением Господним! С праздником вас! С праздником вас! Пр� truly до батарей, а потом праздник, поклонник, с дружбой, с CRいます. С праздником вас! С праздником вас! С праздником вас! Против этого д Pourtenνα-то С п lo ck Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok